В эфире Радио Свобода программа «Человек имеет право» правозащитный календарь ведущая Кристина Горелик. Сегодня правозащитный календарь посвящен одному знаменательному событию. 7 июля 1992 года состоялось первое заседание Конституционного суда по так называемому делу КПСС. Сколько надежд и тревог было связано с этим событием, сколько жертв было принесено, сколько усилий множества людей предшествовало этому действу. А результат? С одной стороны, все участники сходятся на том, что процесс был историческим, а вот его роль в истории до конца не ясна. Непонятно многим сейчас. Точка не поставлена. КПСС преступной организации не названа. В Нюронбергский процесс, прямо скажем, это дело не превратилось. Поскольку история сослагательных наклонений не любит, говорит сегодня будем о результатах, положительных и отрицательных. К чему привел этот процесс? И был ли упущен шанс официально осудить тоталитарный режим в стране? Или такого шанса просто не было? Рядом со мной в студии один из авторов экспертного заключения по этому делу для суда, историк Никита Петров. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, на что вы рассчитывали тогда и считаете ли наивными ваши надежды сейчас? Ну, отчасти, конечно, можно сегодня с высоты уже прошедших лет говорить о том, что надежды были не то, что наивными, а несколько завышенными ожидания. Надежды были, может быть, слегка, я бы даже сказал, романтическими. Но, тем не менее, тогда, когда я и мои коллеги Арсений Рогинский, Никита Охотин... Вы вместе готовили это заключение? Да, мы и Сергей Мироненко, как тогда руководитель одного из архивов на Старой площади, мы имели такое поручение от Конституционного суда, от суди-докладчика Анатолия Кононова, который в этом процессе как раз докладывал материал для Конституционного суда. Но, надо сказать, что первое заседание суда состоялось в конце мая, и было дано время для доработки нашего экспертного заключения, сбора материалов, и на этом первом, кстати говоря, заседании был выдвинут встречный иск. Ведь, я напомню вкратце, с чего все началось. Компартия стала оспаривать указ президента, который ее просто-напросто запретил. Да, о распуске. Вот, когда их прижали, они вспомнили про законность. 70 лет правления коммунистов в Советском Союзе, в общем, ни о какой законности они не вспоминали. Но, когда им стало жарко, они, конечно, эту законность вспомнили, сказали, что нельзя запретить политическую партию указом президента. Для этого нужно непременно решение каких-либо судебных инстанций. И подали иск, оспаривая конституционность указа. Сторона президента не осталась в долгу, и тут же был подан иск о неконституционности самой КПСС как таковой. Первое заседание состоялось в конце мая, а после вот этого подготовительного периода, 7 июля, как любил говаривать Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел, знаете ли. Но к чему вот он пришел? С нами на связи мне подсказывают историк Рой Медведев. Здравствуйте. И вот этот вопрос я хотела бы вам задать. Вот как вы оцениваете сейчас результаты этого процесса? Вы же были тоже одним из ярких и активных участников так называемого дела КПСС. Ну, процесс закончился тем, что КПСС было легализовано. Не КПСС, а КПРФ. То есть было признано, что руководство ЦК КПСС, руководство Советского государства, повинно в преступлениях сталинизма. Но это не касается рядовых партийных организаций, это не касается первичных партийных организаций, которые не участвовали в этих преступлениях. И это не касается компартии Российской Федерации, которая была создана только в 1990 году. И поэтому на основании решения Конституционного суда ЦК КПСС было окончательно уже ликвидировано. И КПСС запрещена как всесоюзная партия, но она уже не существовала фактически со времени для КЧП. А Российская Коммунистическая партия, КПРФ, она наоборот провела свой восстановительный съезд и конституировалась как Российская Коммунистическая партия. Она существует и до сих пор. То есть решение Конституционного суда было благоприятным для КПРФ. То есть вы считаете, что коммунисты выиграли этот процесс? Коммунисты в значительной степени выиграли этот процесс. Не полностью, но во всяком случае этот процесс позволил им ликоризовать коммунистическую партию в другом облике, в другой форме. Но во всяком случае, как коммунистическую партию, они ее восстановили. Никита, а ведь правда же, действительно, практически сразу же коммунисты провели свой съезд и начали восстанавливать свое влияние в стране? Ну, в принципе, принято говорить о половинчатости решения съезда, простите, Конституционного суда. Значит, половинчатость решения Конституционного суда, она, конечно, заключалась в том, что, конечно, с одной стороны, было признано, что КПСС, это никакая не политическая партия, это особый механизм власти, и поэтому закрытие ее указом президента, это вполне законно и правильно. Было признано также, что долгое время в Советском Союзе, и это есть в решении Конституционного суда 30 ноября 1992 года, что долгое время в Советском Союзе царил террор, и, собственно говоря, власть от имени КПСС действовала исключительно опираясь на насилие. И механизм этой власти был генеральный секретарь, политбюро, ЦК и так далее, и так далее, и так далее. Это все очень важно. Но, конечно же, то, что первички были выведены из-под решения Конституционного суда, и то, что вообще КПС не была признана антиконституционной организацией, это очень плохо, потому что это действительно могло бы быть шансом для не просто какой-то, я не знаю, десоветизации или декоммунизации, но и десталинизации страны. Шанс этот был упущен. Но это была позиция, между прочим, такая, я бы сказал, осторожно, может быть, даже и с некоторыми потачками от высшего руководства, осторожно-охранительная. То есть боялись, что возникнет в стране беспорядки, чем уже были в 90-е годы? Нет, не беспорядки, как таковые, а рассчитывали на то, что стоит на самом деле не обострять ситуацию, а как-то пройти, что называется, мешкапелек, как когда-то в известном анекдоте про Микояна. Не обострять ситуацию, понимая, что все-таки у коммунистической идеи есть довольно много не то, что сторонников, а адептов, настоящих адептов, которые временно затаились. Ведь мы, когда готовили экспертное заключение, мы ведь показывали именно преступность и антиконституционность Компартии. Но вы не хотели ее как идеологическую партию, как саму идею? Ее клеймили и за идеологию, и за преступную практику. И ее клеймили за эту неразрывную связь между идеологией и преступной практикой. Преступная практика – это не отдельное преступление Сталина. Это преступление, вытекающее из сущности режима. Преступление, вытекающее из сущности доктрины марктистско-ленинской. Так что здесь, в данном случае, у нас-то была последовательность. Но хочется спросить, кто вы доктор Зорькин? Зорькин повел процесс так, что это все кумранские рукописи. Давайте разбирать последние годы существования КПСС. Вот в последние годы что они конкретно нарушали? Они же делали шаг за шагом, отступая перед демократической общественностью накануне августовского переворота 1991 года. И вот в этом смысле, как раз, я считаю, что шанс был упущен. Я считаю, что нам надо дать слово Рою Медведеву, которому, может быть, во многом с вами не согласится. Наверное. Я был согласен с решением Конституционного суда, потому что он был половинчатым, и это как раз был тот компромисс, который был нужен. То есть не была осуждена коммунистическая идея, как таковая. Не была осуждена коммунистическая идеология, как таковая. То есть она не признана была преступной. Осуждена была только политическая практика ЦК КПСС и сталинизма. То есть был все-таки разделен коммунизм и сталинизм. И если сталинская практика была осуждена, то идеология коммунистическая не была осуждена, и она вошла в качестве составной части в идеологии Коммунистической партии Российской Федерации. Для такой Коммунистической партии была политическая база в стране, и Конституционный суд не привел к обострению внутренней ситуации. Все-таки возникла Коммунистическая партия Российской Федерации и до сих пор существует, и составляет неотъемлемую часть политического пространства нашей страны. Всякого рода запреты, они играют отрицательную роль. То есть было обеспечено демократическое решение вопроса. Дело ведь здесь не в соблюдении каких-то демократических норм, которые, конечно, надо соблюдать. Здесь вопрос сущностный. Ведь эти преступления, о которых говорил Рой Александрович правильно, преступления сталинизма, преступления коммунистического режима, они же вытекают из идеологии, они же не сами по себе. Вот отделить идеологию, сказать, что идеология хорошая, а просто плохие люди как-то все неправильно реализовывают в нашей стране. И практика была такая. А вот многие потом спишут это еще и на обстоятельства, скажут, ну как же, военные противостояния, близость войны, туда и все. Так можно все что угодно оправдать. КПСС должна была быть запрещена точно так же, как когда-то в 1945 году в Германии на СДП. На самом деле речь шла о декларации и речь не шла о наказании конкретного. Да, между прочим, тех преступников, кто совершал преступление, тогда еще можно было наказать. Тех, кто судил диссидентов, тех, кто преследовал того же самого Рой Александровича Медведева, вопреки советскому законодательству, даже Брежневского времени. Эти все преследования против Медведева, они были, но должны быть наказаны люди, которые эти репрессии проводили против него. Да, он не был посажен в тюрьму, но его собирались посадить в тюрьму. Такие докладные записки КГБ в ЦК КПСС писал. Вот эти люди, что они должны чувствовать свою правоту, что ли, после всего? Поэтому у нас и получается сегодня полный, что называется, переворот сознания. Некоторые полагают, что в одном городе могут существовать проспект Сахарова и проспект Андропова. Это абсурд. Гонимый и гонитель. И вот эта вот каша в головах, а сегодняшняя КПРФ, о которой говорит Рой Александрович Медведев, это вовсе не организация с коммунистической подкладкой или на основе коммунистической идеологии, о которой Рой Александрович говорит, что она есть одна из составных частей нынешней платформы КПСС, нынешней платформы КПРФ. Зюгановская партия, на самом деле, это национал-социалистическая партия. Там сплав не просто коммунистических идей, а национал-социалистических идей с панславянскими и просоветскими мифами. Вот что такое эта партия. Но вот если мы посмотрим с другой стороны, вот требования поголовной люстрации, да, как я слышу вот в ваших словах, возможно ли было тогда судить, ведь когда Нюрнбергский процесс, условно говоря, это когда судят победителей побежденных. В данной ситуации я не видела ни победителей, ни побежденных, потому что не было вот такой вот явной войны. А второй, по поводу поголовной люстрации, невозможно же было судить, я не знаю, Третий Рейх законами Третьего Рейха. А здесь, в 92-м году Конституционный суд судил по советским законам партию, и более того, сами судьи, как я понимаю, все были членами партии. Сами шансы, действительно ли он был упущен, или этих шансов официально осудить тоталитарный режим, их в принципе просто не было. Да нет, были, почему же не были? Дело в том, что... И юридически как это возможно было сделать? Вот этот вот, как бы кажущийся нонсенс, дескать, как можно судить советское руководство по советским же законам, то в том-то и заключается, что советское руководство не выполняло советских законов. Были конституционные нормы, и были постоянные нарушения этой конституции. А что касается иллюстрации, то, конечно, многие смеялись и говорили, это как вы будете делать интересную иллюстрацию, если у вас стороной руководит бывший кандидат в члены Политбюро? Теоретически, конечно, все говорили, мы же не будем для него делать исключение гнать коммунистов, так всех гнать со всех этажей. И в этом действительно был слабый момент новой победившей российской демократии, потому что у власти во многом оставались те бывшие, которые довольно быстро перестроились. Знаете, как говорил Горбачев, всем нам надо знать или перестраивать. Они довольно быстро перестраивались, потому что инстинкт был власти, но не инстинкт смены, что называется, убеждений. Отсюда мы имеем и сегодняшние проблемы. Вот та реставрация, то постоянное возвращение, вот вся эта трескотня про советские ценности, это все вернулось, потому что оставалось не, что называется, дорешенным вот эта проблема. Надо было выдвигать новых людей, надо было искать и сменять кадры руководящей элиты. Второй Медведев говорит о том, что коммунисты выиграли этот процесс, а Михаил Федотов, который сейчас возглавляет президентский совет по правам человека, а тогда он был тоже одним из активных участников этих событий, правда он был со стороны сельцинской команды. Он не считает, что процесс ими был проигран. Процесс получился, и если смотреть текст постановления Конституционного суда, то там, наверное, примерно так, счет 7-3 в пользу президента. И главная задача этого процесса заключалась в том, чтобы обосновать и защитить конституционность ельцинских указов о запретниках КПСС и о национализации имущества КПСС. Эта цель была достигнута полностью. Более того, если посмотреть внимательно текст постановления Конституционного суда, то можно увидеть, что там содержится очень важный вывод. Это всего один абзац, но этот абзац дает характеристику того режима, который был в нашей стране, где говорится о том, что это была диктатура, что она опиралась на насилие. Это так продолжалось многие десятилетия. Этот вывод Конституционного суда остается актуальным, и по сей день КПРФ действительно возникло вскоре после этого. И ставить вопрос о запрете вообще коммунистической идеологии, по меньшей мере, было бы нелогично. И в условиях демократического государства это было бы неправильно. Ликвидация псевдообщественной государственной структуры, захватившей власть, это было абсолютно конституционное, абсолютно разумное и правило. Ведь в том-то все и дело, что КПСС была частью государства. Причем главной частью Конституция говорила о том, что она является руководящей, направляющей силой всего общества и государства. Кстати говоря, эта формулировка, которая впервые появилась в нашей Конституции еще в 1936 году, является откровенной калькой с закона 1934 года. Это закон Германского рейха обеспечении единства партии и государства. Так что вот этот немецкий опыт был вполне использован в данном, во всяком случае, вопросе при создании Сталинской Конституции 1936 года. Этот документ, этот закон Германского рейха от 1 декабря, по-моему, 1934 года, можно найти в материалах Нюрнбергского процесса. Это был Михаил Федотов, один из активных участников процесса по делу КПСС. И, как всегда, исторические передачи очень часто приобретают современное звучание, потому что, как стало известно, во вторник, 8 июля, Министерство юстиции попросило суд Киева запретить деятельность коммунистической партии. Вот информация «Украинской правды» в ведомстве подтвердили, в пресс-службе министерству подтвердили эту информацию. Александрович, каковы ваши впечатления? Мои впечатления по поводу украинских решений отрицательные, потому что, конечно, там сейчас ведется кампания против коммунистической партии Украинского государства. Компартия Украинского государства законным образом участвовала во всех выборах. Представители этой партии занимают определенное место в Верховной Раде Украины. Они являются частью политического пространства Украины. И запрет этой партии приведет к усилению национализма на Украине, который, я считаю, отрицательным процессом. Михаил Александрович, например, не считает, что процесс сторонниками Ельцина был проигран, а вы считаете как раз, что коммунисты выиграли? Я не считаю, что Ельцин проиграл процесс. Решение было компромиссным. И оно действительно, может быть, на 70% было в пользу Ельцина и других демократических сил в стране, а на 30% в пользу Компартии. Я согласился с решением Конституционного суда, потому что оно вставляло возможности для продолжения деятельности коммунистической партии и социалистической партии, которую я тогда представлял на этом суде, которая была создана в 1991 году и участвовала в качестве одной из сторон в Конституционном суде. То есть, будем ли мы говорить 70 на 30 или 60 на 40 или 50 на 50, кто выиграл и кто проиграл. Но, во всяком случае, это решение было компромиссным, и оно оставило возможности для людей, которые были привержены коммунистическим убеждениям и коммунистическим взглядам, или социалистическим убеждениям и социалистическим взглядам продолжать свою деятельность. И, во всяком случае, никаких карательных итогов решения Конституционного суда не имело. То есть, не было того, что мы называем иллюстрацией, не было преследования бывших коммунистов, не было запрещения деятельности тех коммунистов, которые работали в новых структурах власти. То есть, иллюстрация не проводилась, и это было положительным результатом суда. Потому что иллюстрация была невозможна, не было политических сил, которые могли бы провести эту иллюстрацию. Действительно, Ельцин был кандидатом в члены политбюро и был первым секретарем Свердловского обкома партии. И можно считать, что к нарушениям законности в Свердловской области он был причастен. Достаточно сказать о разрушении дома, где была расстреляна царская семья. А это Ельцин осуществил эти все решения, которые приходили к нему по секретным директивам из Москвы. С нами на связи один из бывших политзаключенных и советских диссидентов Владимир Буковский. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы согласны с историком Роем Медведевым? Нет, совсем не согласен. Почти ни с чем. Он скорее смотрит на этот вопрос как с точки зрения идеологии. Это был суд, то есть юридический процесс. С точки зрения юридической Ельцинская сторона выиграла, КПСС проиграла. Вопрос шел о том, законно или незаконно. Ельцин ввел запрет на существование КПСС. Конституционный суд подтвердил, что это было законно. И то, что осталось право коммунистам создавать новую партию, но это, извините, общедемократическое положение. Люди вправе создавать любую партию по своим убеждениям, коль скоро она не призывает к нарушению законов и конституции. Так что это никак не победа и не 30%, и даже не 1%. Говоря юридически, результат суда был однозначный. Ельцин, президентская сторона выиграла. КПСС проиграла. Теперь он говорит, Александр говорит, какое счастье, что не ввели иллюстрации. Но я вас поздравляю, потому что не ввели иллюстрации, и появились Путины. И вся эта ГБшная шваль, которая захватила власть к 2000 году. Если бы были иллюстрации, они бы близкого власти не были. Не только как члены КПСС, но и в особенности как бывшие офицеры КГБ. Иллюстрации, кстати, распространялись скорее уж на работников госбезопасности, чем на просто членов партии. Вот просто членов партии никто по иллюстрации не изгонял ни в одной стране Восточной Европы. Только крупных функционеров, занимавших руководящие посты. А вот они подвергались иллюстрации. Ну и госбезопасность. Так вот, вот результат вашей радости, Александр, в том, что мы получили Путина. Это жуткий, совершенно жуткий кровавый режим, который устраивает провокации по всему миру и своих граждан убивает. Вот спасибо вам. Как вы считаете, был ли именно тогда упущен шанс официально осудить тоталитарный режим в стране? Или такого шанса просто не было? Нет, шанс был. Не было политической воли. Рой Александрович упоминает, что Ельцин был кандидатом в члены политбюро. Это было одной из причин, почему он и не решился на суд над КПСС. Ведь то, что произошло, это не был суд над КПСС. Это был процесс в конституционном суде. Нам, судьи, в процессе запрещали называть КПСС преступной организацией, разъясняя, что конституционный суд не вправе решать вопрос преступности. Он решает только вопрос конституционности. Так что на самом деле никакого суда над КПСС не было. А если бы был, то вот иллюстрации были бы неизбежны. И мы бы избавились от очень большой неприятности позднее в нашей истории. Тогдашняя власть не решилась провести настоящий суд, типа Нюрнбергского над КПСС. А именно этого мы и требовали тогда от российского руководства. На это они не пошли. Вот если бы мы тогда добились своего и провели Нюрнбергского типа трибунал над коммунистической системой, подчеркиваю системой, мы никогда не требовали наказания каких-то отдельных лиц или преследований. Мы говорили, что должна быть осуждена система. Вот из этого неизбежно следовали иллюстрации. И тогда бы никаких Путиных к власти бы не пришло. Но на это не решилась власть, как мы с вами понимаем. И как уже здесь говорилось, в связи с тем, что сами они были плоть от плоти и кровь от крови КПСС. Это для них была как бы их мать родная. На это они не пошли. Спасибо. Я напомню, что на связи с нами был бывший политзаключенный советский диссидент. Кстати, один из свидетелей обвинения по тому делу КПСС Владимир Буковский. Но вот нет сейчас до сих пор в обществе единого мнения. Даже по делу КПСС. Кто выиграл? Кто проиграл? Какие результаты? Сегодня мы имеем вновь закрывающиеся архивы. И тот всплеск, и тот выплеск документов оказался, что называется, разовым залпом. И сегодня мы имеем учебники, в которые не входит эта формулировка Конституционного суда. Она должна войти в учебники истории. Ее не включают. Надо было избавиться не только от преступных методов и преступного прошлого, высветив все и открыв архивы, сделав естественную иллюстрацию. Надо было избавляться от коммунистической идеологии. Увы, к сожалению, мы сегодня видим дурной результат того, что не было сделано. Спасибо. Я напомню, что сегодняшняя программа «Человек имеет право» была посвящена... ...на делу КПСС, так называемому. 7 июля 1992 года состоялось первое заседание Конституционного суда по этому делу. И у меня в программе принимали участие активные участники тех событий. Это историки Никита Петров и Рой Медведев, Владимир Буковский, бывший политзаключенный и советский диссидент, а также Михаил Федотов, сегодня возглавляющий президентский совет по правам человека. Вела передачу Кристина Горелик. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова